Не дом, а парная. На роль банщицы Елена Говенко не очень-то и согласна. Не училась, говорит. Оттого и стараются держать двери подъезда дома номер 5 по переулку Павлова открытыми, чтобы проветрить. Пусть вся гадость уходит на улицу, говорит пожилая женщина. Иначе невыносимый запах проникает и в квартиры. Едкий и въедливый. После него вещи не отстирать. Так и ходишь, словно в протухшей, затхлой одежде. А вот эта парная, которую у нас сейчас, вы сами видите, что у нас этот воздух горячий, у нас стекла уже непрозрачные, у нас они затянуты льдом. У нас ремонт никакой не делается. У нас стены, как вы видите, они все облезлые. Полы у нас, ребята, сами подкрасили. Ну, сейчас от того, что у нас вот это периодически происходит, да, они, краска уже вздыбилась, перила вздыбились. И, короче говоря, между этажами батарея у нас была, чтобы нам, у нас в подъезде относительно тепло было. Но они ее сняли, заткнули трубы. И до сих пор, уже в течение двух лет, этой батареи мы не видим. Проблема эта перманентна. Люди говорят, все дело в неисправной трубе. Ее периодически латают, но потом все снова начинается с еще большей силой. Куда только люди не обращались, все тщетно. Подняться на второй этаж – целое испытание. Ведь живут тут в том числе и пожилые люди. Увы, но даже магия телевидения не позволяет передать всех благоуханий этого подъезда. Ну, вы понимаете, вот при такой влажности, как тут быть? Когда краска, вот вы видите, краска, она отстает уже. И потом, вот этот воздух сырой, пахнет сыростью, какой-то гнилью, невозможно. И это тоже плохо. Чем дышать? Мы проходим до второго этажа и дышим вот этой гадостью. А потом, вы посмотрите, между этажами у нас сосульки. И это не одна коммунальная беда жильцов дома. Весной, когда начинается активное таяние снега, крыша течет. Вода проникает в квартиры. Вот и сейчас люди с опаской ждут наступления тепла. И сразу предупреждают – будут нам звонить вновь. Только уже с другой проблемой. Александр Семенов, Ирина Игнатьева, Дмитрий Лукин, СТВ.